Доброй ночи, а может быть уже и ближе к доброму утру. Вы знаете, невзирая на то, что вокруг меня очень много быдла, которая недостойна знаний, потому что народ отупевает от всех этих шоу, от всех этих сериалов, от всей этой дешевизны, которая вокруг творится. Но иногда думаешь, наказывать достойных людей из-за биомусора не стоит. Люди, которые достойны твоих знаний, они должны эти знания получить, потому что эти знания внутри тебя, и они ищут выхода, и это мучительно. Это мучительное рождение знаний на свете для обычных нормальных людей. Люди считают, что ты им обязана и должна. Ты же ведьма, давай твори чудеса и делай все это просто так и даром. Ты же обязана, мы потом будем молиться на тебя, мы будем благодарить. Даже смешно это все слышать, но как бы там ни было, в любом случае, не хочется разочаровываться в человечестве, потому что вот не просто так люди, которые очень много дали миру, потом закрылись и ушли подальше от цивилизации. Здравствуйте, Дарья. Потому что понимали, что этому стаду на самом деле ничего не надо. И это стадо привыкли жить в невежестве, в темноте. Кто-то сказал, легче обмануть людей, чем доказать, что их обманывают. Иногда думаешь, может, и правильно делают, что ими пользуются, что их дурачат и папы, и эти супермогуи, и все на свете, что они заслуживают действительно, что это быдло и новое недостойно. Но однако, если подумать, ведь на Земле не только быдло обитает, на Земле обитает очень много разумных, достойных людей, которые ценят и понимают твой труд. И вот нужно нацелиться на этих достойных людей и для них работать. Иного выхода нет, дорогие друзья. Любой человек в любой сфере рано или поздно разочаровывается и устает просто от вот этого вот загона. Действительно устает. И вот тогда нужно просто сделать следующее. Концентрировать свое внимание на достойных людях. А все это стоило, пускай живет в своем стойле, в своей темноте и в своем мире. А мы пройдем вперед, и мы будем получать знания. Ахурамаста. В древней книге, священной книге Авеста, старшая Авеста есть, младшая Авеста. Вы знаете, что я думаю? Вот представьте, сколько информаций я выдала миру. Рассказ о религии языдов, который мало кто знает. Разговор о черепах, для чего они нужны в магии, в религии. Разговор о древних цивилизациях, о древних поверьях, древних традициях. Я даже не знаю, сколько я дала людям знаний. Как же мерзко осознавать иногда, что это стадо топчет твои знания просто и мчится дальше, как крупно рогатый скот. Извините уж за сравнение. Но я думаю, что я не единственный человек в мире, который устал от бытла. Вот сегодня я еще одно уникальное знание, которое вам пригодится, вам дарю. Да, я забыла книгу. Извиняюсь, сейчас возьму, потому что потом забуду в конце. Одну секунду. Одну секунду. Подписывайтесь на наш канал. Пью-то в конце. Кто смотрит. Подписывайтесь на наш канал. Одну секунду. Подписывайтесь на наш канал. Кто смотрит. Ахурамаста у древних персов, у грузин армази, у армян армаст, у монгол хурмаст, хурмаст тенгри, который потом отделили, и слово имя хурмаст пропало у бога, осталось тенгри. Тот же верховный армаст, хурмаст, урмаст или урмуст на пехлевицком, это древнее персидское наречие, бог мудрый, у которого был пророк Зороастер, основатель зороастризма, ничего не напоминает? И древние персы говорили, верую я, что бог Ахурамаста единый бог, и нет кроме него бога на этой земле, и на этом небе, и во всей вселенной, и в сердце моем Израоастер есть пророк его единый. Не напоминает ничего? Мне напоминает. О чём это говорит? Это говорит о том, что в этом мире ничего не меняется. Меняются только имена, традиции, обычаи, и всё, что есть, всё переходит. Это клятва, Натали, если хорошо подумаешь, вспомнишь, какая религия обычно даёт эту клятву. Меняются только имена, да, меняются только названия религии, но всё, что есть, всё остаётся, как было. Древняя клятва на пехлевицком языке в книге «Священная Авеста» звучит так. «Свидетельствую я, что нету бога, кроме Ахурамазды, ни на земле, ни на небе, ни во всём вселенной, и Зраоастер – пророк его единый». Вот так клялись персы, вступая в Зраоастеризм. И говорили они, тебе поклонение, тебе намаз. Кланились ему, как Богу, который восходит, как солнце. Кланились ему три раза в день. Ранним утром до восхода солнца выходили, стелили ковры, садились и делали намаз. То есть поклонение, целовали землю, которая огревает солнце, поднимали руки к небесам, вот так, собирали благословения и потом мазали себе в лицо. Мага, пошёл нахер отсюда, ничтожное существо. Приползли стадные бараны. Так вот. Притащились. Сбились откуда-то. Поскольку это была древняя религия Востока, то, естественно, очень многое оттуда взято. Так вот, дорогие друзья, кто был Ахурамаста? Древний Бог, создатель, отец истины, тот, который дал миру Аши праведность, законы, дал преображение бытия, фрашкарды или фрешкат, или фершак. По-разному. На Весте одно слово, на Пехлевицком другое слово. Так вот. Ахурамаста, зараст утра, огонь, вселенский огонь, и ездан, единый. Это есть тот самый древний Бог, традиция которого начала продолжаться в разных религиях. Единственный народ на этой земле, который не отвернулся, не оставил этого древнего Бога, невзирая на все гонения, на все геноциды, невзирая на то, что до сих пор их называют поклонниками сатаны, язычниками, как угодно. Это язычниками, которые были жители Мидии. Язычниками, на самом деле, медийцы. Те самые медийцы, которые когда-то имели огромное царство, которое разрушил Кир. Кир, он разрушил Мидию и воцарился, персианин Кир. Так вот, медийское царство, которое имело огромное владение, и медийский народ, который стал, по сути, беженцем по всему миру, это языды. От языдов происходят курды. Самое неправильное – это думать, что курды происходят от языдов. Часто говорят, языды – это этнические курды. Нет, дорогие друзья, нет народа курды. Курды – это языды, языды, которые приняли ислам. И языды их прозвали курмани, те, которые предали. Ну, в общем, отрицающие, если так дословно. Те, которые отрицают древнюю религию. Так вот, курды есть языды. Но просто курды приняли ислам, а языды остались верны своему древнему богу. И вот это единственная нация на этой земле, которые оставили религию в своей форме, зроастризм, языдызм. От слова «иэздан» – великий, единый бог. Хочу вам сказать, что религия Ахура Мазды, поклонение огню, перепрыгивание через огонь, хранение дома огня священного – это всё распространилось на все народы, поскольку народы ушли из Междуречия. А религия Междуречия, религия Акадо-Шумерского царства, цивилизации, началось именно с Междуречия. А значит, каждый народ взял какую-то часть традиции зроастризма и унёс с собой. Это одна из самых древних религий, которая известна историей человечества. Этой религии много, 20-30 тысяч лет. А теперь представьте, какой огромной энергией и силой обладает этот бог древности, который живёт по сей день в разных традициях и обычаях. Считалось, что тот самый бог, который называется Ахура Мазда, поднимается, как солнце над небом. И утром, выходя на поклон, люди, которых будили, крики, да, крики жрецов из башен. Люди просыпались, брали коврики и шли поклоняться богу Ахура Мазда. Практически ничего не изменилось. Всего лишь имена, всего лишь названия, традиции, обычаи того времени остались, как были. Дорогие друзья, его изображение огромной-огромной силой обладает. Я знаю истории, когда язиды, которые попадали в плен в Ираке, вот этим бесоподобным существам, не будем их называть, они рисовали у себя на руках изображение Ахура Мазда, и им удавалось спастись, убежать просто от смерти. Один парень рассказывал, что в последний момент, когда их начали расстреливать, он нарисовал на руке своего брата и на своей руке изображение Ахура Мазда. Людей стали расстреливать, потом добивать сверху, контрольно стреляя в голову. Их обошли, их не заметили. Они просто лежали молча, не двигаясь, и выстрелили несколько раз. Он говорит, когда в нас выстрелили, так уж получилось, что за секунду до их выстрела мы упали в обморок. И им показалось, что мы упали от их выстрела, видимо. И ночью они проснулись среди груды трупов, и им удалось оттуда сбежать, остаться живыми. Я знаю людей, которые изображали его на своем плече, на своей руке. Это единственная татуировка, которая не опасна. У них начинался очень хороший период в жизни. Если бы я не знала об этом Боге, я бы не сказала, что Он чудотворная сила. Потому что я сама на себе это испытала. Почему я готовилась очень долго? Я хотела рассказать о нём ещё года два назад. Но я подумала, что моя публика должна быть готова к тому, чтобы понять и прочувствовать силу этого божества. Эта публика должна знать боговка, должна знать теологию, должна хорошо прямо уже узнать всё это, чтобы понять, чем Ахура Мазда отличается. Он есть Верховный Бог. Он есть воплощение всех богов. На самом деле, во Вести сказано, что Он есть Отец всех богов. И в каждом Боге есть частица Его. Цыгане поклонялись Ахура Мазда. У них есть традиция очищать огнём, разжигать костёр и танцевать вокруг костра, набирая сил. Когда рождался ребёнок, они, держа на безопасном расстоянии, проносили через огонь, считая, что священный огонь Ахура Мазда благословляет ребёнка на счастливую долю. Мы называем очагом семейный уют. Очаг или очах – это очень древнее слово, что означает «огонь Бога». Это вообще санскрити. Арии называли персов. И мы с детства изучали, мы знали Персию как арийскую державу. Мы так и называли – арий, держава ариев. Так вот, он – бог ариев, верховных, первейших, древних народов. Он есть отец верхних богов и нижних богов. Ему подчиняются дэвы. Дэвы в древности так называли молодых богов, которым ещё не дали своего эгрегора силу. Со временем дэвы начали считаться богами. Со временем дэвы начали требовать для себя слишком большой власти. Он их наказал, он сделал их духами нижнего мира. Но они подчиняются Ахурамазде. Его изображение было у каждого дома в Персии, в древнем царстве. Если его изображение, даже если вы нарисуете это изображение, или распечатаете, если вы это изображение прикрепите сверху вот над вашей дверью и уедете хоть на три месяца, ни один вор к вашему дому не подойдёт. Я такое советовала людям, у которых были дачи, и куда постоянно лезли воры. Всё время лезли, что-то забирали, эти всякие алкаши-пьяницы. Я посоветовала изобразить его или как бы распечатать его изображение и просто поставить над дверью. Вы знаете, те люди, которые меня послушались, к ним перестали лезть каким-то чудом. Осмысленный Бог, мудрый Бог. Индусы его называли Мехда, разум. Разумный Бог. И говорят, что древний пророк Зруастер или Зрастотутра, он принёс это учение, он сказал об этом Боге, он рассказал, он собрал народ. К сожалению, статуэтку я его не встречала. Может, и есть, кулоны встречала, там и золото, и серебра есть такой. Но статую я не видела. Если я увижу, если у кого-то кто-нибудь найдёт эту статую, я с радостью как бы его приобрету. Кстати, я забыла, что можно, надо будет Яне завтра попросить заказать мне статую Ахура Мазда. Он есть защитник дома. Дорогие друзья, его противник, либо один из его сыновей, который восстал против него, опять же, напоминает теперь Библию. Ахриман – бог пустыни, злой. Его ещё называли тайфун, приносящий бедствия, то есть злой дух, злая сила Ахриман. Он есть противоположность Ахура Мазды. И люди носили его изображение для того, чтобы спастись от всяких, скажем так, козней Ахримана. Если я сейчас перечислю все его, да, чёрная гора Ахримана, там слова такие «Уйди в чёрную гору Ахримана», то есть «Уйди туда, откуда пришёл». Я сейчас дам этот ритуал. В конце я дам ритуал защиты Ахура Мазды. Да, на изображение Ахура Мазда, бог Ахура Мазда. Ормуст. Ормазы, армазы, аромаст. Только в пехлевицком, в древнеперсидском как бы изображении. Эта сила, которая нашла своё воплощение во всех легендах, во всех сказаниях Востока, во всех религиях, которые существуют, есть определённая часть Ахура Мазды. по-иному не могло быть, потому что это есть первейший верховный бог. И, естественно, понятное дело, что первейший бог, верховный творец, он не мог исчезнуть без следа. Он растворился, он отдал свои, как бы, свои учения всем учениям, всем религиям. В Овесте, это древнеперсидская священная книга, две Овесты есть, старшая Овеста, младшая Овеста. Так вот, в Овесте сказано, что он так и называется, бог родов человеческих, бог богов, бог учений, бог религии всех. Ещё тогда знали, что даже когда исчезнет сраастризм, то его частицы, его учения останутся во всех сферах человеческой деятельности. Ахриман, он изображался в виде ветра, он изображался в виде чёрного скорпиона, отсюда и поклонение скорпионам, отсюда и страх перед скорпионами, как властителем чёрных миров. Ахриман восстаёт против Ахурамазды, против своего создателя отца. Тот его изгоняет. И он говорит, что он отвернёт всех от первоначального учения. Ахурамазда даёт ему шесть тысяч лет и говорит, если кто-нибудь будет помнить моё имя, потому что я раздам себя всему человечеству, я отдам каждому по частичке той веры, религии, которая сейчас есть. И если хоть один будет помнить моё имя, через шесть тысяч лет ты будешь уничтожен. Не напоминает ли библейскую истину? Не напоминает ли Коран то же самое Иблис, который восстал против Бога, собрал войско джинов и отделился, и теперь он противостоит ему. Точно так же, как в Библии сказано, что Сатана отделился со своими демонами и ушёл. Вот Ахриман ушёл со своими дивами, ушёл в подземли, ушёл, чтобы властвовать во тьме, чтобы путать людей, чтобы отвести от истинной веры, сказано там. Целые города были посвящены поклонению ему. Его сын Михра, Бог Солнца, который иногда восходил вместо него, и он разрешал ему поклоняться. были особые дни, когда люди поклонялись Михре, понимая, что сегодня он вышел за место своего отца. Слово гардмады, что означает жертвенник или жертвенные костры, или атрушаны, это жертвенные костры, которые зажигались по всему периметру дороги. В армянском княжестве было гардманское княжество, которое сейчас входит в Грузию, называется гардобанское княжество. Я родилась там. Вот я из гардманского княжества, и хочу вам сказать, что следы огнепоклонства остались до сих пор, и в приметах, и в том, что рождается ребенок, обязательно проносят свечой сверху, чтобы вдруг ребенка с глаз не попал. Огнем выжигают, огнем очищают. То же самое воск капать, очищать огнем, выжигать огнем, начитывать огнем, ставить мертвым огонь, свечу в память, чтобы энергия огня согревала их. Получается, что один из самых сильных верований все-таки язидизм остался. Вот это поклонение древнему Богу. Вы представляете, какое многовековое вообще, многовековую силу несет эта религия, эта сила. Если из этой религии все традиции и обычаи, которые я вам перечислила, начиная от молебни, заканчивая клятвой, поклонению огню, поклонению природе, силам природы, солнцу и, кроме всего прочего, традиции, обычаи. И Авеста, вся книга, которая говорит об Ахримане, о том, как он собрал дивов и ушел. Ушел от своего создателя отца, и тот ему дал время, время запутать людей, отвести от истинной веры. Но когда-нибудь сказал он, когда хоть один человек будет помнить мое имя, я уничтожу тебя и верну себе власть. Но он есть Бог всех родов, который раздал себя всем религиям, и в каждой религии есть зраастризм. Если мы внимательно посмотрим, в каждой религии есть его традиция. В каждой священной книге сказано, что восстал кто-то против Бога, собрал своих единомышленников и ушел. Ушел с целью царствовать потом. Это сказано в Библии, это сказано в Коране, это сказано в кельтских легендах, когда боги воевали с демонами, с фаворами, и загнали их на дно моря. Это сказано в Титанамахе Греции, когда боги воевали с титанами и выгнали их в Тартар. Всех наказали, кого-то уничтожили, кто-то до сих пор свое наказание получал. Его изображение, его имя несет с собой огромную функцию. Я сегодня вам эту тайну раскрываю и дарю вам, потому что я призывала его и призываю и много раз. И все, что я просила, и любая защита от любой, скажем так, от любой опасности, эта сила приходит на помощь. Он не даст тебе все, просто так незаслуженно, но защита от этого Бога есть всегда. Можете даже не сомневаться. Его изображение достаточно держать дома, чтобы знать, что в твой дом воры никогда не залезут. Если человек его изображение носит в сумке, в его сумку никогда никто не залезет, с ним никогда не случится катастрофа. я это изображение советовала всем водителям у себя держать. Не обязательно в видном месте, вы можете спрятать, но его сила и мощь, она настолько сильная, что ни один бог древности не может так быстро прийти на помощь, как вот это божество. Тот, который был верховным отцом всех богов, всех народов, частичка есть у каждого народа, у каждой религии, у каждого рода. Его историю повторяют все священные книги мира, только каждый по-своему. Традиции его поклонения, призыв на молитву, опускание головы вниз, склонение перед ним головы, это все традиции зороастризма. И она была настолько сильная, что когда армяне приняли христианство, то еще много веков персианы пытались вернуть нас обратно в нашу древнюю традицию. Иногда я жалею, что не смогли они вернуть нас. Мы были бы более счастливые. Под покровительством этого бога мы были очень могучий и сильный народ. Когда мы отвернулись от него, он нас оставил. И от наших земель осталось 30%, и от нашего населения осталось 30%, понимаете? Цари, которые правили во времена поклонения верховному богу Арамазду или Ахурамазда, они были очень сильны. Они были правители половины Востока. Все цари языческой Армении, все ирвандиды, которые просто нагоняли страх на все ближайшие племена и народы. Арташес Сиды, Арташес первый, законодатель, его сын Тигран первый, его внук Тигран второй, который завоевал пол Азии, Восток и Рим, с Римом воевал, Рим победил. И как только мы отвернулись от этого божества, у нас абсолютно ничего. Восток был один из самых сильных в то время. Сейчас Восток постоянно подвергается воинам, разрушениям. Отвернулся Ахурамазда, и он жаждет поклонений, он хочет, чтобы его помнили. Дорогие друзья, вы можете принимать это на веру, вы можете это испытать, вы можете испробовать, но любой из вас может просто взять и распечатать его изображение или изобразить. Ведь от этого у вас не уходит ни деньги, ни какие-то там великие как бы трудности с этим не связаны. Это божество, которое создало поклонение огню у славян Ивана Купала, у армян Терендес, у грузин Теренджоба. Прыгать через огонь, поклоняться огню, очищаться священным огнем. Вы думаете это с воздуха? Огню поклонялись только здраастрицы. Они считали, что Бог есть вселенский огонь, энергия. Они может не могли это объяснить, поэтому называли его огнем. Вселенская энергия, но по сути они были правы. Бог и есть вселенская энергия, мощь, сила. если этот бог ваш покровитель, то никакая сила не может вам мешать в этой жизни идти вперед. Если этот бог ваш покровитель, ваши враги будут лежать штабелями у ваших ног. Попробуйте это изображение в интернете Бог Ахурамазда скачать, распечатать, попросить его, поставить красивое место, рамку, зажигать благовония, говорить свою просьбу, и через некоторое время вы заметите перемены в своей жизни. Я обязательно приобрету его статую, но не сейчас, когда я перевезу все, я приобрету все остальные работы, которые я хотела бы. Я не хочу просто лишний груз сделать дома, все это перевозить, чтобы ничего не разбилось. Мне и так будет нелегко это все перевести, но я это сделаю за несколько месяцев обязательно, и тогда у меня будет и его изображение. Пока не спешу. Поскольку его называли верховный бог-защитник, любитель истины, кулоны есть, да, кулоны, просто можно набрать кулон Ахура Мазда и найти. И кулоны есть. Самое главное, чтобы он чувствовал от вас, как бы сказать вам, все, хватит вот эту хрень нести сейчас, Сульфия. Мы сейчас не об этом. Чтобы он чувствовал от вас почтение и уважение. Это не мешает вам любить другие силы, обращаться к другим силам. Однако этот бог, он дает справедливость и защиту. К нему обращались в основном за справедливостью, за помощью и защитой. Его называли отец спасения. Дорогие друзья персы, поклонялись пока ему. У них была самая могущественная Сосанитская империя. Как только они отвернулись от него, мощь Персии начала разрушаться. Она раздробилась. Хотя сейчас Иран большая страна, но постоянно в войнах, постоянно в каких-то трудностях, а когда-то они были самая мощная держава. Я в конце сейчас скажу, как к нему обращаться. Боги не прощают предательство. Именно потому, что мы отвернулись от древних учений, именно потому, что мы отвернулись от древних богов, от их силы. Мы постепенно превратились в какое-то стадо, в какое-то быдло, люди, у которых всё святое ушло. Религии слились воедино. Придёт время, когда религии будут слиты воедино. И под лозунгом, что Бог один, и надо всем любить друг друга, постепенно, постепенно угаснет абсолютная разница между религиями. И она сама себя исчерпывает уже. И исчерпала, исчерпает. Каждая религия на заре своего появления говорит о том, что когда-то завоюет мир и будет только он властвовать. Но со временем люди понимают, что этого не будет. Я хочу вам подарить те слова, которые обычно были, то есть которые записаны в древней овесте. Овесте больше 20 тысяч лет, согласно поверьям. То есть обращения. Но записаны они где-то 6 тысяч лет назад клинописью. После уже переписаны на древние фарси, на пахлевицкий язык, на арамейский язык, на все языки Древнего Востока, даже на монгольском языке. Потому что монголы и то, находясь совершенно в другом месте, в другом конце мира, почитали его, называя его Хурма-Стенгри, Единый Бог Колубого Неба. А потом только часть его эпитета, часть его титула Тенгри осталась, а Хурма-Ст исчезла. Сейчас персы, например, те же самые таджики называют худо, что означает верховный, властелин. Это древнее название до сих пор так и звучит. Худо или худа, верхний, тот, кто на нас смотрит, тот, кто наверху, верховный или Господь. Войнахи называли его Делла. Они и сейчас называют, не вдирая на новую религию, они называют его, иногда называют Бога Делла, верховный, тот, который есть, который смотрит на нас. Если вы узнаете того, кто был изначально Богом всех народов, и если он тот самый отец и создатель всех религий, всех богов, всех доктрин, обратить на вас внимание, если вы будете находиться под его покровительством, вы можете не бояться своих врагов. Он не тот, кто дарует все на земле. Для этого у него были сыновья, которые даровали человеку материальное благо, помощь, каждому по-своему, кому-то даровали талант, кому-то даровали имущество, кому-то воинскую славу, а он руководил за справедливостью всего этого. Вот он есть отец справедливости, его так и называют. Отец Аши справедливости, справедливый отец истины. Если вы правы и вас преследуют, если вы правы и вас ни за что обижают, божество обязательно за вас заступится. Итак, на основе текста, записанной в Авесте, Авеста есть древняя книга, священная книга, в котором сказано, что, а я говорила, что цыгане поклоняются именно Зраастру, именно Ахурамазде, в древней книге сказано, что пришел на землю пророк Зраастр и сказал миру о боге Ахурамазде, и люди поклонялись ему и были счастливы. И он отдал всем своим детям определенную сферу человеческой деятельности. Кто-то даровал людям любовь, кто-то деньги, кто-то хитроумие и талант, но были у него и младшие дети, которых называли дэвы, младшие божества. Дэвы захотели править. И он им сказал, рано вам еще, вы еще не заслуживаете тех, скажем, тех царств, тех правлений, к чему стремитесь. Вы должны еще много тысяч лет доказать свою верность мне и человеку. и дэвы восстали. И в тот момент его сын Ахриман, который давно мечтал о троне, собрал дэвов и стал воевать против него. Разозленный отец изгнал их в черные недра. И тот поклялся и сказал, ты мне не дал власть и братьев моих обидел. Я тебе обещаю, что я отверну весь мир от тебя. Тогда Ахура Мазда сказал ему, я тебе даю шесть тысяч лет на это, отверни всех. Но я раздал частицу своей души всем народам, всем родам, всем религиям, всем учениям, и в каждом из них ты узнаешь меня. И если через шесть тысяч лет хоть один из людей произнесет мое имя и будет меня помнить, я тебя уничтожу. Вот что было сказано. Это было сказано и в Библии, и в Коране, и в Хагавадгите, где боги воевали с демонами, если помните. Это было и в греческой Титаномахии, это было и у кельтов, война богов с фаворами. Это было везде отражено. Итак, начнем. Начало текста такое. Бог великий Ахурамаста, который сотворил эту землю, который сотворил человека, который сотворил счастье для человека. О великий Ахурамаста, спаси нас от козни Ахримана. О отец Аши истины, о создатель законов, голосом Зароастра и через него прошу тебя о помощи. О отец богов, тебе намаз, тебе почет, тебе поклонение, защити, спаси от козни Ахримана. Говорите свою просьбу, что вам нужно в этот момент более всего. И в конце, о Бог, Бог мудрый, отец вечности, создатель счастья, слава тебе. Обращение древнее и простое из текста Авесты, который обладает огромной энергией и силой. Попробуйте, от вас ничего не уходит, вам нечего терять. И когда вы ощутите эту помощь на себе, когда люди, которые на работе вас жрут, просто от вас отстанут на вечные века, когда у них начнутся проблемы, когда они будут бояться и избегать встречи с вами, вы почувствуете, что некто, некая вселенская, огромная вселенская сила пришла и заступается за вас. Можно найти хоть где, набирайте Ахура Мазда фото и выходит он в разном изображении. Вот это есть классическое древнее изображение. Вот такое должно быть. Все остальное очень красиво, это плод фантазии человека, плод художника, все прекрасно. Но классическое изображение Ахура Мазда вот это, вот это вам нужно у себя дома держать. А потом, когда вы это сделаете и ощутите на себе эту помощь, вы нам скажете, насколько эта помощь ощутима. Почему, невзирая ни на что, мои враги ничего против меня не могут сделать? Потому что я знаю очень древние тайны. Я знаю, какие боги в какое время помогают. Я с этим делюсь с вами. Если вы до сих пор не поняли, что я неуязвима для них, то мне жаль. А если вы поняли, то я вам говорю секрет этой выживаемости. Это кроется в очень сильной вере в древние силы. которые сильнее всего, что сейчас существует. Против этих древних сил бессильны совершенно современные любые козни человека. Я надеюсь, вы мою мысль уловили. Да, может быть, есть. я вам дала эти знания. Да, 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 да. И зида с крыльями, и солнце на голове между рогов. Диск солнца изображается и в других культурах. И так далее. А вам слова записывать не нужно. Яна, как освободиться, в течение дня она всегда записывает и пишет внизу ролика все эти слова. Она напишет вам подробно этот ритуал. Это человек, который очень работоспособный и всегда это делает. Поэтому наберитесь терпения, и в течение дня этот ритуал будет под роликом. Возьмете и попользуйтесь. Хочу сказать для тех, кто ищет ритуалы под роликом и не находят, мои ролики вообще все, прямые эфиры, лекции, люди загружают на мои дочерние каналы. И ритуалы только, как правило, у меня на основном канале Ведьмина изба. Поэтому если вы услышали, что будут ритуалы и не нашли под роликами на каналах, это просто дочерние каналы. На основном канале они всегда есть. Только попрошу в течение дня каждые пять минут не писать. Но когда будет, когда имейте терпение, уважение, человек на износ не может работать. Она должна отдохнуть, встать и напечатать. Когда найдет время, тогда напечатай. Всем удачи, всех благ и пусть хранит вас Ахура Мазда. Бог истины, Бог древности, Бог защиты. Всего хорошего. древности, света. хорошего. Продолжение следует...